здравствуйте друзья доброе утро вы видите наш лимонный кустик санта-круз он что-то разросся и мы сейчас этим делом и займемся пришлось сходить в магазин и купить так называемый айстрей такой поднос для льда сейчас я с него пакетик сдеру и мы увидим его во всей красе собственно не не то чтобы таких не видели ну так давайте мы его обдерем секунду вот он вот он друзья подносик почем подносик все трешка стоит 329 вот интересно что если пойти в какой-то магазин там где такая же штука будет стоить 4 на доллар ну неважно друзья не считаем расходов имеем фан в цирк идете вы же не не пытаетесь там план какой расскажи что мы делаем сейчас покажу секатор друзья это конечно секатор это не то что мы в ссср я показываю это не в ссср у нас были эти такие знаете там 10 килограммовые секаторы такие на танковых заводах производили профессиональный секатор специально профессиональный ну этим пользуются картинеры да ты что садовники пользуются вот этим ну для маленького чего-то мы пришли в магазин там их было много разных нам купили специально для лимона потому что колючки даже ну друзья отправляемся секать секать друзья вот у меня секатор вот у меня посудка для лимонов вот я буду секать потихоньку не туда складывать но только бери сильно желтый что мы сделаем ты хоть скажи с лимонами мы вот на самом деле у нас проблема такая что мы сразу не съедаем лимоны вот таком своем первозданном виде и получается что они у нас потом еще вон в самом низу то есть ты еще ниже наклонишься вдоль самой да так вот мы их не съедаем и они у нас портятся и так обидно что вроде свежий лимон и его если кипяточком обдать вот когда он прямо с дерева то запах просто то вместе где срезали даже фактически они у нас органически потому что их никто ничем не удобряет вот чем мать природы послала вот тем они удобряются поэтому не знаю именно с лимонов что вот здесь вот я сразу три вижу с этой стороны раз два три я не хочу чтобы ты ложился хочу чтобы ты их срезал но там три больших сразу раз два и вот и третий у самой земли света ты имею ввиду я же все-таки не в том возрасте я понимаю да нету и гибкости да ну вот низко низко наклониться там возле земли вот еще один нет не здесь правее правее вот сюда смотрите но не тем не менее вон там еще ветвях желтенькая виднеется да так вот вот там я вижу что мы с ними сделаем и купили специально эти три чтобы их перемолоть в такую кашицу включая шкурку и потом заморозить в этих самых треях а потом разложить по пакетикам и дальше миша очень любит пить эту водичку вот прям туда можно лимончик положить и пить это знаешь я думаю что нам двумя треями не обойтись с этим количеством ну вот урожай получился такой даже солидно с другой стороны тоже наверно что то есть это вообще ничто по сравнению с тем что там есть но мы тогда двумя треями точно не обойдемся ехать покупать какое-то количество тогда не снимай остальные пусть еще висят если что-то просит реально просит тут один даже упал упал но он уже порченый наверно не он гнил немножко бачок ну не знаю если его там срезать туда откинет пусть там догнивает сам упал ну значит уже ему время пришло сам упал значит ему было там невмоготу висеть то висеть то ему было невмоготу ну хватит хватит у нас нет где будет замораживать это все там этих треях всего-то чуть-чуть этих пространство ну значит так что мы делаем с ними поняли так я же уже сказала все тогда идем идем осуществлять это вообще там там такого еще с десяток на самом деле ну вот следующий выходной у нас будет хорошее занятие по выходным сюда приезжать и все это дело обихаживать для начала друзья я помыл 4 лимончика и светлана берет такой предмет света не надо крутить значит берет такой предмет с помощью которого обычно мы прощищаем яблочко да то есть такие вот тыр туда пыр и из яблочко выходит сердцевинка с косточками значит но светлана утверждает что этим предметом совершенно замечательно отрабатываются лимоны хотя бы такое ощущение что он просто очень большой но больше тебя по длине не хватило светлана вот то есть вынуть косточки косточки брать в будущую жизнь не хочется потому что они дают некоторую горечь давай я съем эту штуку не знаю друзья как вам видно но вот мы так смотрим там косточек практически не осталось вот что яблоко что лимон отлично вот этим предметом пробираются что что по высоте по высоте да да но этот лимончик должен пойти хорошо шляпочку срезать и залим шляпку раз а с той стороны не хочу с этой стороны давай шляпку раз шляпка два и вот теперь наши стучки должно хватить исключительно хорошо так раз мягенькую такой идет хорошо давай я съем друзья я на чеку слушай такая шикарная вещь свежатинка ням-ням-ням раз ее это друзья мэрс мэрс это сорт лимона он такой я бы сказал даже сладкий правда сладким его назвать трудно это может быть не будет лучше она меньше меньше сока впускает в общем то есть это хороший сорт лимона мы обычно когда лимон сажаем то мы обычно берем сюда мэрс бывает что берешь мэрс а посадит тебе другой бывает нет одно время думали что это уже не мэрс но вроде в обычном садовники аккуратные но всяко бывает главное чтобы камера нам не плеснула лимонным соком друзья все это идет у нас безотходное лимон он как бы гиплый но щелачивает нарежем на кусочки в процессоре это все легче запустим фут-процессор и все это превратится в такой а месиво мы разложим не нагружать а месиво уже превратится будет разлито методом непрерывной разливки друзья те кто проходил в школе физику изучал непрерывной разливкой мы это непрерывно разольем а потом заморозим а потом разложим по таким пакетиком с молнией вот и все будет скажите почему мы не стали делать без цедры без этой кожуры почему мы не взяли лимон я вы лично делаю это без цедры мое такое понимание но поскольку мы говорили со штукманами с и гариком прорабом и его супругой супругой курочкой искать муркой курочкой и нам сказали что мне кажется что шкурка горчит вот возьми прямо вот попробуй шкурка горчит или не нет друзья те из вас кто подписан на наш второй канал портнов блог посмотрите пожалуйста там я повесил видео но только по ссылке доступно вы получите большое удовольствие там гарик делится мыслями о жизни вот и в общем не пропустите это доступно только тем кто подписан и только тем кто пойдет по ссылке делиться ссылкой можно так и вот гарик же нас и инструктировал точнее его курочка значит как они это делают наши чтобы шкурку не сильно мне кажется что шкурка я делала варенье из этого дела точно так же со шкуркой но и конкретно свитин креатив про проявился в том что мы употребили вот этот прибор для того что яблочный искать прибор для того чтобы выдрать косточки из лимона нет такого рецепта друзья который попал бы в руки к светлане и остался бы не изменен между прочим я вот такую штуку ты как и гнутая вся тогда вот она явно такая бывалая мы ее привезли из италии да ты что и качество и и не очень хорошее ну да ну то что очень тонкий будет ехать из отечества возьмите производства оборонной промышленности подожди секунду но я хочу сказать что много много дело в том что у нас продаются такие штуки чтобы яблоко резать но они плохие они тут имеют еще такой еще одно кольцо и сегменты которые соприкасаются с этой штукой как бы ты одновременно вынимаешь серединку яблоко еще режешь его там и какое-то количество частей они эти штуки не годятся они плохие а вот такой я когда-то увидел 100 лет назад хорошую из хорошего металла и она у нас дома и я все переживала что у меня на даче нет такой вот когда мы были в италии я увидела как она еще погнулась до этого не нет я ее увидела сказал что эта штука маст мы должны ее купить мы ее купили но металл видите подкачал и она все пошло таких вот я не вижу больше продать северной кореи кто-то будет тоже присмотритесь но вот это хорошая штука потому что и для яблок и для для машины это же в экране значит и для яблок и для всего она хорошо и годится приступаем к комбинированию до никакого отношения друзья к лимону не имеют орехи макадемия гавайские орешки замечательный тут света их немножко в духовочке до просушила да потому что мы купили их они были соли и меньше сказал что соль ему не нравится мы смыли с ним соль немножко вымочили они были мокрые пришлось немножко подсушить как же орешки обалденно если где-то попадутся очень полезные хорошие орешки а это друзья вообще не съедобное это все принадлежит к набору с эспандерами видите тут они уже разложены 10 фунтов 20 30 40 50 фунтов и все это там рукоятками какие-то были в наборе которые какие-то мы не купили потом что света скоро тренировка она теперь тоже занимаются с юрой спаску коцким и вот и так мы в онлайне готовимся у нас теперь на даче есть вот такая скамья раньше вот так гитара была сейчас уже есть и скамеечка вот они там будут заниматься там даже пару гантелек такие они такие наборные знаете наборный вид там диски ну неважно в общем вот это впереди а пока что у нас чисто лимонный сюжет вот мы и занимаемся вы видите друзья светлана устанавливает как ты называешь процессором процессор комбайн сейчас наших комбайнер шах передавиться ну что ж друзья у нас такая специализированная где серебряча, где серебряки пухонного производства показывают своё мастерство. Не серебряча, а серебряча пухонного производства. Недолго музыка играла, буквально в несколько секунд. Сейчас вот это вот туда. Со стеночек соскребем так. Может быть попробовать ложечкой, чисто дегустационно? Давай ложечку. Друзья, я не знаю, как людям кисло есть лимон, я этого не понимаю. Лимон это освежает. Мало-мало, зайчик. Покажи зрителям, как я буду дегустировать. Чтобы они не думали, что я кривлю, знаете, рожу, кривлю и там что-то изображаю. Лимончик. Горько? Надо бы покислее немножко, потому что не хватает кислятки. Горько, да, больше? Какое там горькое, ничего не говорю. Ну, горькое или кисло? Не хватает кислости. Горькости нет. Слишком сладкое. Ну ладно, сладкое. Сладкое. Вот попробуй. Друзья, все, что было в одном боксике, уместилось в одну штучку. Света говорит, что это неправильно. Но у меня все уместилось. Ну послушай, это неправильная самоцель. Дело в том, что ты хочешь потом, чтобы оно было на отдельных кубиках. Да. Для этого перепоночки должны быть видны, оно не должно замерзнуть поверх. А я потом его грохну вниз мордой. Нет. И оно все растрескается. Будет один весь кусок. А зачем тебе? Тебе нужны кубики? Ну, друзья, значит получилось немножко больше одного. Хорошо. Хорошо. Получилось чуть больше одного, но я все равно был доволен. Потому что у меня очень красиво все аккуратно разложилось. Так надо тогда добавить лимончиков все это раз такое дело. Мы сейчас повторим процедуру. Процесс. Процесс. И будет больше лимончиков. А мы думали, что, ах, как много мы надрали. Нет. На самом деле сколько тут? Три лимона? Четыре? Четыре. Ну, еще три, допустим, да? Нормально. С учетом. У нас получилось немножко больше, чем один трей. Ну, я взял три. За вторую порцию уже Михаил взялся своими руками. Сейчас будет. Давай. Он уже решил освоить процесс. Нет. Ну, просто уже. А чего? Действительно. Так вопрос ставится. А чего? Так. Ух ты как. Сук идет, а? Света. Такой кайф вообще. Так. Что-то она там застряла. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А? Ага. Ну, ты пупочки эти. Ну, ты не отрезай саму. Знаешь, хорошо, когда через шкурку продавливается, это все равно хорошо. Потому что без шкурки не срезай так, чтобы была попочка видна. Я чуть-чуть. Не надо. Я тебе говорю, сок выливается больше. Уже проверено. Хорошо, когда вот так вот. 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 Вот ты можешь вот отсюда вытащить ее. Ага. Вот так. Вот так, замечательно. Мягкий. Ну, ты витаминов наелся вообще выше крыши. Ммм. Друзья, я сам как витаминный набор. конечно этот инструмент позволяет очень как бы элементарно достать все эти косточки а ты прям с косточками просто не разговариваешь иначе нам скажешь о косточки горькие четыре части и потом это я порежу все хорошо видно что после чек нету казалось бы здесь не очень не вот есть на милицию чуть-чуть практически это я вот когда делала первый раз варенье вдруг подумала что наверно да наверное этот вот инструмент очень даже хорошо пойдет для этой цели потому что конечно выкалкивать косточки из этих долек если все это разнимать на дольки это целое занятие а что мы делали какое-то варенье как же ты забыл я тебе давала его с кокосовым творожком друзья варенье это сахара заменителем было это диетический был продукт совершенно у нас все продукты диетически на других не держим мы вот сегодня сделали колбасу свою диетическую например года я хочу сказать что колбаса была не только диетическое очень вкусно вот диетичность я так не там вот пару косточек ты можешь их отковырять и отдельно положить ты себе вот вижу пару косточку вот здесь вот и вот здесь вот я не вижу но не важно не надо быть таким уже прямо перфекционистом некоторые вот говорят что тестер вот я когда разговариваю с людьми приезжающим там откуда из отечества куда не там в тестировании или там кто-то я дарила тестер это такой омерзительный зануда который вообще вот никому жить не дает друзья тестер это не зануда это инженер вот а зануда это зануда это совершенно не обязательно быть инженером вот так что вы думаете программисты очень веселые разные разные было так давить как мы даже в кремниевой долине когда уже даже с лимончиками работаешь надо света это все а вот сюда стоп 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 не делай не делай это наш нужно нож сначала поставить друзья вот технология все-таки есть технология даже в кремниевой долине где казалось быть технологии это наше имя отчество сольем сюда надо надо так как же тебя с опыта мало было так вот показываем зрителям как мы сюда все будем комбинировать ну что друзья вот они обе тут у нас получились светлана нас рассчитывает что и удастся поставить их одну на другую специально так рассчитывать светик я я знаю вот видишь тут специальные есть и штучки вот эти ножки ножки которыми она становится на должно было бы встать ну первый раз это все происходит у вас на глазах значит первый раз давай чудесит на все встало неплохо не зря берут 329 вы видите нашу заморозку тут много всего в общем-то нам удалось удалось войти так аккуратненько и все хорошо шоу